Зам.главы региона отметила, что с января около 150 муниципальных медучреждений перешли в государственную собственность. Но за районами остается ряд полномочий, в частности возведения ВОПов и ФАПов. Еще одна важная задача, которая стоит перед районами, поликлиниками и больницами, это привлечение кадров. Кадры для системы здравоохранения – это ключевой показатель. Поэтому все те муниципальные образования, у нас их 22, которые постоянно предоставляли субсидии врачам за съемное жилье, эту работу должны продолжить. И мы договаривались, что вы дадите понятные для вас сегодня алгоритмы поддержки кадров на местах, мы готовы их отработать совместно с ЗСК. Самое главное, что я уже говорила, независимо от того, на каком уровне находится система, если какие-то перемены должны происходить, то это должны быть перемены к лучшему. Затронули на совещании тему образования. Ежегодно край входит в число лидеров по уровню организации проведения итоговой госаттестации, и эту планку снижать нельзя. Хотя в 2019-м нагрузка на систему возрастет. Сдавать экзамены будут свыше 85 тысяч выпускников 11-х и 9-х классов. Это значительно больше, чем в прошлом году. Изменятся и некоторые принципы. К примеру, для допуска к тестированию девятиклассники впервые будут проходить предварительное 15-минутное собеседование по русскому языку. Как отметила Анна Менькова, детям и родителям необходимо разъяснить нововведения, чтобы они пришли подготовленными.